Привет, это Борнфайндер, и мы продолжаем наши грязные делишки ковыряться в старом милишье и искать там ценные предметы, чтобы очистить и продать их за бесценок. Точнее, нет, за сценок. Нет, блин, короче, подороже, вот. Пойдем посмотрим, что у нас там на компе. На компе у нас есть напрочитанное письмо, давай почитаем, что тут называется. Этот амбар принадлежит семье Миллеров. Они приписали в свою собственность часть старой шахты, но, к счастью, для всех американцев ничего там не нашли. Но у старого маразматика Бориса Миллера завалялись весьма ценные комиксы. Продашь их мне, если найдешь. О, и еще, скоро торги, так что поторопись. О, нифига себе, комиксы будем искать. Принимаем заказ и отправляемся куда? Вот сюда, нифига себе, 8 тысяч надо при себе иметь. Но у нас, слава богу, 11468, так что мы можем себе позволить. Покупаем 8 канистр и погнали. Амбар Речной Камень. Особое мероприятие Мика. Ништяк! Походу, сегодня будет аукцион. Какой закат, ты посмотри. А что сзади? А сзади у нас задок. В общем, пошли. Надо хорошенечко тут все осмотреть. Нет ли тут тоничков. Давай забежим в магазинчик. Приобретем апгрейд для нашего топора. Конечно же и лопату. Ну и что там скрывать? Отмычечку. Да, посмотри на количество денежных средств у меня в кармане. 7, 7, 7, 7. Счастливое число, но вероятность того, что я куплю вот этот особняк, если это можно назвать особняком, очень мала. Мне нужно было 8 косарей сюда привезти, а я тут взял в магазине и спустил все на оборудование. Ладно, начнем. Так, не сюда, я подошел вот сюда. Да, хочу начать аукцион. Погнали! Потрем свои ручки. И попытаемся выиграть. Сразу на 500 поднимаем. Текущая ставка 3 500. 4 250 поставила дракониха. Я косарь поднимаю. Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что. Ух ты! Себастьян перебил. Темный Саманда перебил. Блин, ты посмотри. Я провалю сейчас торги. Все. Победителя аукциона Себастьян за 7 750 он смог выкупить этот разломанный дом, а я остался ни с чем. Ну что, ну что, походу надо сваливать. Это самый быстрый аукцион был. Дедуль, садись в тачку и поехали. Я слыхал, где-то здесь есть шахта. Ага, была. Была шахта, но мы ее не увидим. Погнали отсюда. Ну что, я вернулся за выкупом. Мне нужно по-любому выкупить у тебя, Себастьян, этот дом. Я продал свои старые труханы, написал на них оригинал и получилось, что я косарик смог вырулить. В общем, начинаем аукцион заново. В этот раз я 100% смогу выиграть. Сразу накидываю 500. Дракониха злится. Саманта. Ух ты, она подняла ставочку. У нас 3 750, я поднимаю на 500. Какой ужас. Семанта расстроена. Осталось времени совсем чуть-чуть. Давайте, за 4 250 мне отдавайте этот дом. Ага, Себастьян перебивает ставочку. Я на 500 еще поднимаю. Осталось времени совсем чуть-чуть, чуть-чуть. И, 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 и. Да! За 5 750 это мой дом, прикинь. В прошлый раз Себастьян его купил за 8 там с копейками, а я за 5 перекупил. Вот это да. Вот это я гроза в дегуи. И с инструментами обгрыженными остался. Так, значит. Че? Ломаем тут все? А нет, подожди. Ломать я все тут не буду. Вначале надо на крышу слазить. Надо на крышу слазить. Вдруг там че отдельное есть. Значит. Выставляем тут небольшую такую вот лазаньку. Лазаичку. Вот мы и на крыше. Есть че тут? Крыша. О, трактор какой. Его я 100% заберу. Продам потом. Ну, короче, это тупо ферма. Ага, на крышу залезть не могу. Я скатываюсь. Зона недоступна для меня. Вон, лис сидит. Ну че? Погнали. Короче, трактор тогда заберем. Я ж смогу его забрать, правильно? Смогу. 150 баксов продать. Остегнуть надо будет. Ну, не страшно. Зато продам подарок. Какой вид. Красота. Речка какая. Или это озеро тут. Ну, короче, очень классный вид. Что у нас тут за гони? Можно что-то откопать. Давай попробуем. Своей новенькой лопаточкой. Она какая-то зеленая. Инопланетная. Посмотрим, что тут у нас. А у нас тут пылесос. Как в поле чудес. Ты выиграл не автомобиль, а пылесос. Так, вот эту коробочку мы с тобой сейчас разобьем. Она нифига себе. С апгрейдженным топором. Смотри, сколько хламья теперь выпадает. Я теперь рубить буду вообще все подряд. С таким топором. Столько хламья наберем. Вот лавочку, смотри, можно? Можно. Табличку забрать можно. Табличка Юфу. Двери открываются. Сим-сим открылся. Ух ты ж, нифига себе. Это кто это у нас тут окочурился? Знак инопланетянам здесь запрещено быть. Шляпу забираем. Какие надписи странные. Смотри, он тут сидел и чиркал. Ну, в смысле, не чиркаши откладывал, а счет вел. Сколько дней он провел в заточении. Частенько такое можно встретить в фильмах. Где в тюряге сидит чувачок, качается и стенки чиркает. Ты никогда не узнаешь о моем секретном бункере. Написано на ящике. Вот мелок лежит. Можно забрать. Коробку ломаем. Ага, значит, помимо шахты тут еще и секретный бункер. Ты посмотри. Сколько дней провел здесь этот человек, а? Надпись на деревяшках. Они следят за мной. Хо-хо-хо. Тут, кстати, и радио играет где-то, я слышу. Это, наверное, у тех чуваков, которые приехали на аукцион. Засранцы, а? Такая природа, роскошь. А я тут со своим интернетом и музлом. Тут вроде чистенько у нас. Ух ты, нифига себе. Удачненько зашел. Это, по всей видимости, коровник. Но зачем тут цементомешалка, я не знаю. Если так можно выразиться, то первый этаж коровника зачищен. Откроем везде двери. И сейчас полезем вот на второй. Тут везде надписи. Вон там, смотри. Тоже надписи. Тут, тут. Везде все исписано мелком. Двери открыты. Полезли на второй этаж. Что у нас здесь? Фокс. Лиса на часах. Или лиса с часами. Ну вот она. Вот она, эта лиса. Мы еще даже на заставке ее видели. Вот. Зачем это он написал, непонятно. Лиса с часами. Ёп. Парасате. Ты слышал? Это музло, по-моему, у них играло. Ничего себе. Я думал, музло-то играло у наших ребят на аукционе. Так. Лису забираем. Они откуда? Они с крыши, что ли, вылетели? Ну тут как бы крыша-то. О, вот это да. Ну все. Второй этаж, что чищен. Тут больше ничего нет. Мы тут спрыгиваем. Сейчас побегаем тут вокруг. Попробуем найти шахту или бункер. Какой-нибудь. Смотри. По-моему, даже искать ничего не нужно. Вот тут табличка от инопланетян. Нам явно туда нужно идти. Я бы, конечно, сходил вон туда, куда инопланетная тарелка упала. Но нам туда не добежать 100%. Поэтому ломаем эту табличку. И погнали сюда. Я думал, это башмаки чьи-то валялись. Вот он и бункер, пожалуйста. Сейчас мы в него проникнем. Надеюсь, что там нет инопланетян. А только крысы. Наш бункер немножечко завален камнями. Но у нас обгрыженный топор. Он, как кирка, ломает камни. И, к сожалению, с камней ничего не выпадает. Вырываем доски. Вот это да. Прикинь, сейчас открываю. Там живой человек убегает. Ух ты ж. Ничего себе. Какой огромный бункер. Это у нас шлифовочная машинка. Можно тут что-нибудь покрутить? Карточка есть. Надо карточку где-то найти. Ха, попробуй найди карточку. Тупой ты инопланетянин. Ну, я не инопланетянин. Но вот эту штуку я заберу. Наклею где-нибудь у себя там в магазине. Прикольная надпись. Что у нас тут такое журчит? А, это электричество. Подача электричества в бункер. Можно ящички пооткрывать. Вот рубильничек вижу. Что он сделает? А, он отключил это все дело. Можно теперь спокойно сюда зайти, чтобы меня только мне шамбануло. Что, можно вниз куда-то спуститься? А, это мусор был. А вот и комиксы, смотри. Мы же сюда, в принципе, за комиксами пришли. Как тут интересно. Вот эту штуку надо как-то отклеить. По-любому смогу. Вот она. Alien go home. Инопланетяне, едьте домой. Мда уж. Опа, нифига себе. Я отклеил, короче, вот эту надпись. И смотри, что заметил. Эту штуку, точнее, стенку можно разломать. И там что-то будет. А вот тебе и карточка. День 9. Меня назвали сумасшедшим. Потому я здесь уже больше недели. Вместе с мистером Лисом. А, это кассета с записью была и карточка одновременно. В общем, у нас теперь две двери есть с карточкой. Либо сюда, либо сюда. В какую первую пойдем? Давай, наверное, сюда. Вставляем карточку. А, сюда, походу, другая карточка, какая-то нужна. Давай сюда попробуем. Во, получилось. Зашли. Ого, какой склад огромный. Сколько тут всего интересного. Тут у нас что? Узор на пол. Линзы. Линзы для киношной камеры. Наконец-то. Наконец-то я смогу собрать пазл. Так, а что там за разбитым окном? По-моему, ничего. Ничего страшного. Блин, ну тут все вверх дном надо перевернуть. Ценный мусор, книжечки, а комиксы-то где? Я, в принципе, за комиксами сюда пришел. Эй, куда мог спрятать он комиксы? Вот карточку нашел, а комиксы нет. Смотри, бензопила. А, нет, это резак. А вот, собственно, и карточка лежит. Надо же было ее так спрятать, а? Забираем. Мы с мистером Лисом разрабатываем новую систему ключ-карт, чтобы защитить свою еду, пиво и комиксы. М-м-м. Ничего себе. Так, где пиво лежит, там по-любому и комиксы, значит. Надо искать холодильник. Игра начинает приобретать не только приключенческие и инопланетные, фантастические и какие-то другие корни, а также еще и детективные. Находим какие-то кассеты, прослушиваем их и пытаемся найти комиксы. Здесь закрыто. Ладно. Используем ключ-карту, чтобы пройти здесь. А здесь никак. Значит, нам нужно в ту дверь. Ну-ка, ну-ка. О, точно! Значок забираем. Какой баллон! По-любому, дорогущий. Ключ-карта, ну где же ты ключ-карта? Залезь, короче, на коробке и вон там он что-то увидел такое висящее странное. В паутине. Походу мне туда. Давай-ка залезем, посмотрим, что там. Опа! Короче, прикинь, сюда не так-то просто залезь. Сейчас я попробую присесть. Может быть, в присед получится. Да блин! Я понял. Берем, значит, коробки. И выстраиваем тут небольшую лесенку. И все, и что морочится? А, тут фонарь мешает. Передвигаем нашу импровизированную лесенку. И хватаем вот эту штуку. Что там? Что там? Он спрятал ключ-карту в контейнере, который подвесил на паутину. Вот так вот. Я залез, наконец-то забираем. День 75. Существует доказательство, что нашу планету посещали и до сих пор посещает инопланетные формы жизни. Но пока мы не поймем и не изучим их, утверждать это с уверенностью невозможно. Неужели пришельцы и правда существуют? И зачем им столько самогона? Хороший вопрос. Надеюсь, мы узнаем ответ. Но я так понял, что они просто прилетают, чтобы меня наградить старьем. Они же на прошлых объектах, где я уже побывал, шмачье закидывают для меня. Тут у нас, кстати, вот пивандрос, смотри. А если пивандрос, значит, где-то должны быть комиксы. Ищем здесь. По-любому, 100%. Здесь, ух ты, нифига себе, высадка на Луне. Смотри, вот там инопланетяне поднимаются. То есть, вы хотите сказать, что инопланетяне прилетели обратно к нам на Землю вместе с людьми? Так, а когда у нас там высадка-то была? В 1969 году. О-о-о, нифига себе, как давно это было. Я только сейчас обратил внимание, что мужики что-то пьют. И там, смотри, инопланетная тарелка на них летит. Жуть какая. Инопланетяне следит за взрывом ядерной бомбы. Ох ты, ты погляди-ка. Девушка сидит, а за ней сидит инопланетянин. Они, короче, занимаются переподключением телефонных разговоров. Что ж, продолжаем. Это было увлекательное ретро-возвращение во времена, когда не было интернета, соцсетей и мессенджеров. Продолжаем работать. У нас еще куча дел. Все тут обширстить. Опа, еще одна ключ-карта. Прям на видном месте. День 113. Этот бункер ведет в нашу семейную шахту. Бабушка всегда говорила папе, мол, в шахте слишком много углекислого газа. Он нам мозги в кашу превратит. Когда война закончится, мы с мистером Лисом вновь откроем эту шахту. То есть они во время войны тут тусили? Нифига себе. А в какой, интересно, войны? Гражданской или во Второй мировой? Потому что это имеет огромное значение. Если во Второй мировой, они тут просидели 70 лет, даже больше. Конечно же, кукух поедет от такого времени. Туалет. Да, бункер, конечно, роскошный. Унитазов только нет. А, это душевая кабина. Плакатик. А туалет? Туалет где? Если тут душевая, значит туалет где-то здесь. Смотри. Фиолетовая ключ-карта. Желтая ключ-карта. У меня желтая есть. Зеленая ключ-карта. И вот здесь вот еще красная есть ключ-карта, которая открывает вот эту штуку. А за ней, скорее всего, 100% скрывается коллекция комиксов. Как же еще по-другому ее сохранить, как не вот за такими железными дверями. Ладно, пойдем, значит, вот сюда. Желтую, желтую. Ага. Открываем дверь. Ух ты ж, нифига себе. Это что за расследование? А, этот чувак расследовал инопланетные всякие темы. Все понятно. Забираем фотокарточки. Потом на аукционе продадим. Обогатимся, ёкарный. Этих карточек тут хоть жопой жуй. Кстати, вот и красная ключ-карта. День 256. Космический флот так и не явился. Я намерен выбраться вооруженной лишь отвагой. Может, мне удастся еще разок взглянуть на солнце? А какой космический флот? Кого ждал-то, блин? Очень много вопросов у меня появилось. Давай посмотрим, что у него здесь какие-то. Вот, смотри. Красные ниточки от чего-то к чему-то. Начало где? Где начало? Опа. Знакомый инопланетянин, да? Он к нам постоянно заходит. Да и вообще все чуваки знакомы. Но фотка сделана в 1981 году. 1980. А 2000 есть хотя бы год? 79 год. Обалдеть, вот это давность. Мне бы хотя бы понять, какой сейчас год. Есть газеты где-нибудь, а? Короче, на одном лишь ценном мусоре я поднял уже косарь. Ты прикинь, на всех этих фоточках, на всех этих картиночках, которые тут были. Лампочка работает. Ага. Стол не разбить. Но можно вот это разбить. О, зеленая карточка. Трещина. Это что, веншахта какая-то или что? Вчера мистер Лис связался с тайной организацией. Космический флот. Кажется, им удастся нас спасти. А еще мистер Лис любит прятать наши ключ-карты. Ну так, для развлечения. Тот и еще кадр. А, все понятно. Короче, этот чел сошел с ума. Он базарил с игрушечным лисом, которого мы нашли на чердаке. Свет не выключить. И Лис этот пообещал ему, что приедет космический флот за ним. Ну вот как-то так. Что тут у нас? Кухня. Я думал, это склад. Интересно, почему этот чувак съехал кукухой? Он же действительно вел такое существенное расследование в плане инопланетян. Он их видел, он их фоткал. И летающие тарелки у него тут были на ферме. Видимо, то, что он был одинок, жил в этом бункере. Столько времени, поэтому и поехал кукухой. О! О, розовенькая ключ-карта. Отлично. День 244. Сегодня мистеру Лису стало очень плохо. У него был понос, обезвоживание и тошнота. Пока мы спали, они отравили нашу еду своим нейрокогнитивным нейронным оружием. Но мы обойдемся без еды. Как говорил папа, у нас сильные гены. Фига себе, он загнался, а? Я даже не смог выговорить то слово, которое он там произнес. Давай воду, короче, возьмем. В общем, я так понял, что они сдохли от голода. Ну, пойдем отсюда. Розовая ключ-карта. Отпираем. А, вот, собственно, и туалет. Тут нет трупов, случайно. Ух ты! Комикс нашел тот самый комикс, который мы искали. Здорово. Забираем табличку. Искомый предмет найден. Тогда что же скрыто за теми огромными металлическими дверьми? Сейчас мы это узнаем. Но прежде надо заскочить в последнюю комнату вот сюда. Что у нас тут? Это спальня. Спальня и кабинет в одном лице. Печатная машинка, забираем. Куча ценного мусора опять. Книжечки. Снова люк какой-то. В нем гитара. Это не шахта? Нет, это не шахта. Это просто углубление, куда, видимо, собиралась вода лишняя. Тут что у нас в ящичках? В ящиках ничего. Ну вот и настало время открыть ту большую дверь. Красной картой. Пойдем мы это сделаем. Ух. Оттуда сейчас монстрюган какой-нибудь инопланетный выпрыгнет. Ох, шахта! Это та самая шахта, про которую шла речь. Так, коробки эти я не буду разбивать. Мало ли вдруг пригодятся. Ну пойдем. Погуляем по шахте. Ё-моё. Эта шахта не инопланетная или? О, вагонетка. Космический рюкзак. Ничего себе. Чего он тут делал вообще, этот мистер с этим лисом? Контейнер, ключик. Зачем нам этот ключик? Ключ для выхода из шахты. А, войти из шахты. Опа, туалетная бумажечка. Главное не упасть в воду. Мы же знаем, что я не умею плавать. Опа. Шикарно! Я нашел туалетную золотую бумагу. Блин, я же обещал коллекцию показать. И так не показал. Если не забуду, то обязательно это сделаю сегодня. Вроде бы здесь все. Я, по всей видимости, не нашел только один предмет. Ну что поделать. Не страшно, выбираемся туда. Ух ты, где это мы вылезли? Я нашел, я нашел здесь, что можно откопать. И тут у нас снова бустер. Походу, это последний предмет. Если да, то это очень круто. Еще есть. Чего откопать? Ух ты! Грузоподъемник. Точнее, грузоперевозчик. А, вот она, эта ферма. Если можно ее назвать фермой. А вот он, бункер. Ну все, мы здесь закончили. Отправляемся домой. Ребят, ребят, ребят. Тут такое было. Вы такое пропустили. В общем, вообще... Нет слов. Поехали домой быстрее. Я тебе сейчас такой по дороге расскажу. Ты обалдеешь просто. Мы чем? Все предметы собраны. Отлично. Грузим, значит, трактор. И по коням. Смотри-ка. Хоть и было написано, что все предметы собраны, на самом деле, один предмет я еще не нашел. Но это не страшно. О, да. Дядь Билли, выгружаемся и пошли дрыхнуть. Ну че. По-моему, это было очень увлекательно. И еще очень много увлекательного у нас впереди. Поэтому не забудь поставить лайк этому видео и подписаться, если ты еще не подписан. А я с тобой увижусь в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok